Кстати говоря про Китай. В стране начали активно готовиться к большому заселению России гражданами Китая и уже в ресторанах стали делать меню на китайском. Я пришла заказать вкусное . что-нибудь. Здесь меню по-китайски и не написано, что входит в состав каждого бургера. Как же выбрать бургер? Вот так меня накормили вот в этом чудесном заведении в центре города Бердска, где я живу, в центре города Бердска, Бигфест, который вы не знаете, что в него входит, потому что там все написано по-китайски. Хорошо, давайте мое обращение. Я пришла в это заведение просто покушать. Вот здесь я ничего не вижу, потому что это все мигает реально, ничего не понятно. Я взяла меню. Я увидела дабл биг хит, какой-то на японском языке и что-то там ниже очень мелко-мелко подписано. Я хочу выбрать бургер и даже не понимаю, что мне выбрать, потому что я состава не вижу. Я спросила их, а как мне вообще это все выбрать? А что это такое? Я не блогер. Нет. Я просто их попросила, говорю, объяснила мне, как мне выбрать все меню. Картошку, фри, да, ну я понимаю, что это такое. А как мне выбрать бургер? Почему здесь на китайском написано, на каком-то непонятном? И даже состава нет. И вот они вызвали вас, потому что вроде бы как я им претензии какие-то привожу. Российский ресторан «Вкусные точка». В меню крупным языком написано по-китайски и где-то снизу мелким-мелким шрифтом по-русски. В Бердске уже готовы к импортозамещению. Вот и готовятся встречать новых граждан России.